В Люберцах продолжается плановый объезд предприятия коммунального хозяйства. В ходе проверок оценивается техническое состояние спецтехники и количество людей, которым предстоит работать в сложных зимних условиях. Насколько готов объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, узнали мои коллеги. Во дворе подразделения объединенного комбината благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства точность и безукоризненность. В ряд выстроилась коммунальная техника. По стойке смирно стоят сотрудники – дворники, трактористы и водители. На построении участвуют 43 единицы техники, 11 единиц 82-х МТЗ, 5 единиц 320-х МТЗ. Также у нас здесь участвуют средства ручной механизации. Это роторные движки под метальные машины. Представлено 70% автопарка предприятия. Многие машины и оборудование новые. В этом году комбинат получил 5 фронтальных погрузчиков. Период подготовительной работы завершен. Владимир Королев работает здесь 5 лет. В Томилине убирает микрорайон птицефабрика, улицы Гаршина и Гоголя. Свой погрузчик к зиме готовил сам. Промазал, почистил, помыл. Конечно, все подготовил как следует. Ну, отлично, в общем, подготовил. Глава округа Владимир Волков оценил состояние техники, пообщался с руководством и коллективом предприятия. В штате 52 дворника. В преддверии холодов всем купили зимнюю спецодежду. Нам важно, чтобы вся территория города обслуживалась вне зависимости от зон ответственности. Город делится на территорию, обслуживаемую муниципальными предприятиями, территорию, обслуживаемую управляющими компаниями. И также территории, которые необходимо обслуживать самим частным компаниям. Это заводы, это торговые центры и так далее. Важно, чтобы эта работа была синхронизирована. И при выпадении снега это не было какой-то неожиданностью. Для борьбы со снегом и льдом комбинат закупил реагенты. Более 200 тонн. Он экологически чистый. Поэтому влияние на окружающую среду будет минимальным, обещают коммунальщики. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.